И кризисы ломают человек или закаляют, или делают сильным. И это, с одной стороны, наш выбор, а с другой стороны, наше знание. Мы должны готовиться, мы должны изучать, что такое кризисы, и как с ними бороться. Мы должны понимать силы, которые побеждают судьбу. Вот есть судьба, допустим. Это энергия. Знаете, что судьба – это энергия? Нет? Судьба этой энергии – это называется энергия времени. Вот, допустим, мы думаем, время – это на часах то, что… А это на часах – это только показывает, как движется энергия времени, и то оно не все показывает. Энергия времени, она по-разному движется. Надо это изучать. Например, в теле есть два способа старения. Первый способ – это постепенное старение. Оно никого не волнует никогда. Если бы это был единственный способ, люди бы жили до 90 с лишним лет и уходили из жизни спокойного, удовлетворенные полностью. Потому что, ну, пожил и нормально, что, проблем нет. Есть второй способ, называется циклическое старение. Не постепенное, а циклическое старение. А вот в циклическом старение участвуют кризисы как раз. Вот кризисы – это как раз то, что является вторым ходом времени. Это второй вид времени, который на нас влияет. И поэтому, если говорить о кризисах уже, то здесь совсем другая работает система. Причем, очень важно понять, что циклическое влияние времени, оно действует не только на психику. Оно действует на всё. Оно действует на тело. Оно действует на социальную силу человека. И действует на психические функции. На личную жизнь. На всё. Виктория, ты очень привлекательный человек. Поэтому ты, может быть, там наложи где-то, а потом принести. Иначе сейчас и вот пол лекции все на тебя будут смотреть. Вместо меня. Где-нибудь, да, так, чтобы тебя не было видно. Одни и те же влияния, то есть один и тот же циклическое время. Оно влияет на психическое тело. Психическое тело является вообще фундаментом для жизни. И судьба действует через психическое тело. Она не действует напрямую на физическое тело. Это не то, что энергия времени подействовала, и человек раз скрючило так. Оп. И он такой, опа, что такое? Он проснулся утром такой. Нифига себе. Циклическое влияние времени. Вот. Это не так, понимаете, влияет. Не такая система. Система другая. Я сейчас вам объясню. Вот, допустим, циклическое влияние времени повлияло. Оно вообще никого не хочет крючить. Оно просто говорит, у тебя сейчас энергии знания не будет. Вырабатывай. Вот оно забрало у нас, естественно, движение энергии. У сознания человека есть три энергии. У души есть три энергии, которые функционируют у нас внутри. Три энергии всего. И циклическое влияние времени забирает одну из них чаще всего. Может, две тогда. Или три. Это вообще тогда жесть. Ну, то есть, чаще всего одну. Допустим, энергии знания стало меньше внутри. Возникает чувство раздражительности. У мужчин гневливости. У женщин повышенной чувствительности. Тяжело общаться. Тяжело вместе находиться. Обидчивость. Мужчин гневливость. Чувство несправедливости сильное. Отчаяние. Как уже такой кульминационный результат, когда ничего не получается. Когда человек не понимает, что есть время, и оно влияет, то он обязательно будет искать причину. Ну, если я, допустим, с женой живу, и у меня от нее раздражительность. Или она со мной живет, и у нее от меня раздражительность. Вот догадайтесь с двух раз, на кого я подумаю. Я общаюсь с женой, и меня раздражает, как бы она. На кого я подумаю? На нее подумаю. Ты чего меня раздражаешь? Она не знает. Она говорит, я никого не раздражаю. Она старается. А мне неприятно. Я сходил к астрологу, он говорит, у вас несовместимость. Несовместимость. 20 лет прожили, была совместимость, теперь наступила несовместимость. Нормальное это мышление у астролога? Они вообще классные ребята иногда такие вещи говорят. Классные. Люди прожили друг с другом там 10 лет, и вдруг у них оказалось несовместимое. А до этого что у них было? Понимаете, то есть 10 лет люди прожили вместе, и им говорят, что у вас несовместимость. Ну ты лучше на свои мозги посмотри, может у тебя с астрологической картой несовместимость в мозгах. Потому что так нельзя человеку говорить, что у него несовместимость. Если он 10 лет прожил вместе, какая несовместимость? Несовместимость означает, что ты 5 минут не проживешь даже. Понимаете, да? Начинаем искать объяснение, ходить ко всем людям. Есть люди, которые помогают, а есть которые мешают. Вот вы, допустим, к кому-то приходите, как определить, что человек находится под влиянием времени? Вы знаете, что все психологи, астрологи, все, кому бы вы ни пришли, они все могут находиться под влиянием времени. Как определить, что они вам не помогли, а помешали? Как это определить? Вы, когда выходите из консультации, у вас в сердце как будто все опустилось, разочарование, чувство непреодолимого препятствия, обреченность такая. Понимаете? Это значит, что этот астролог, он, время на него тоже повлияло, и вам стало только хуже. Чай не пил, какая сила? Чай попил, совсем ослаб. Понимаете? То есть, другими словами, надо это все тоже понимать. Что если вы куда-то пришли, это не значит, что обязательно вам поможет. Иногда может помешать. Но самое главное, надо понять такую вещь, что время действует на человека, с которым мы живем, или, может быть, даже между нами. Поэтому приходит время, и меня кто-то раздражает. Если меня это кто-то раздражает, это является основанием, плохо думать о нем или нет. Вот вы должны это четко для себя понять. Если меня раздражает кто-то, это мои проблемы, не его. И это проблемы, которые приходят просто от судьбы. Вот раньше не раздражал, теперь раздражает. Люди часто меняют мнение. Они думают, а у нас нет любви. А вы знаете, что она может кончаться, любовь, на время? Вот люди так думают часто, у нас нет любви. Что это значит? Все никогда не будет? Они уверены, что никогда не будет. Вот спроси, 90 человек скажут, да, у нас нет любви. Значит, никогда не будет, то есть уже все. Это, знаете, похоже на анекдот. Бабушка приходит к врачу. Он говорит, я не мочусь. Доктор говорит, да тебе сколько лет, бабушка? 80. Все, кончилась моча. Также кончилась любовь тоже. Также смешно с бабушкой, смешно, а с любовью нет. Время имеет циклическую природу. Плохой период прошел, опять любовь появилась. Поэтому надо ждать. Надо просто выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой о жизни получать радости, скупые телеграммы. И так мы изучаем, что есть время, которое имеет циклическую природу. Означает, приходит время, и у нас все хорошо. Вот если у человека все хорошо, прям все хорошо, значит, дальше будет хуже. А если у человека все плохо, вот все прям плохо, значит, дальше будет лучше. Потому что судьба, вот эти циклы, они так и действуют. Ну, как бы, когда все хорошо, значит, будет хуже, когда все плохо, значит, будет лучше. Цикл идет как волны. Судьба как волны действует в океане. циклическое время. Оно не убивает человека, у него нет цели разрушить. Некоторые говорят, судьба это когда вот в гороскопе как стоит, так и будет теперь ничего не сделать. Почему ничего не сделать? Для чего судьба нужна вообще? Для чего она нужна? Если ничего не сделать, тогда зачем жить? Зачем Бог жизнь создал? Зачем она нужна, жизнь тогда? Если ничего не сделаешь. Но если для роста, значит, что-то можно сделать? Если ничего не сделаешь, тогда зачем нужна жизнь? Значит, что-то можно сделать, да? Потому что это принципиальный вопрос. Или ничего нельзя сделать, тогда сушите весла. Или второй вариант, что-то можно сделать. Если что-то можно сделать, значит, есть смысл жить. А если ничего нельзя сделать, тогда нет смысла жить. Зачем жить, если ничего нельзя сделать? У вас крест одиночества. Обид безбрачия. Ой, как это? Венец безбрачия. Как там? Венец безбесплодия. А? Родовое проклятие. Осенний пальто можешь не покупать. Нормально вообще мышление? Или нет? Смешно вам. Так вы на это всё попадаетесь, на эти все вещи. Давайте посмотрим, что делает конкретно. Вот, допустим, есть три типа энергии. Энергия знания, энергия вечности, энергия счастья. У сознания. Вот душа, вечная душа имеет сознание. Сознание распространяется на всё тело. И на всё, не только на тело, оно распространяется. И на социальную нашу жизнь, и на семейную жизнь. Везде наше сознание, везде распространяется. В нём есть три энергии. Энергия знания, энергия вечности, энергия счастья. Три энергии. В циклическое время, может, раз, энергию счастья, оп, забрало. Что делать? Вырабатывать самому. Вот у нас есть остаточная энергия счастья всегда. Вот человек, когда засыпает, спать, ложится, ему нужно чуть-чуть счастья, чтобы там что-то хорошее помнить. Всё, спит. А если энергии счастья нет, он не заснёт. Для того, чтобы заснуть, нужна энергия счастья. Что-то вспомнить хорошее. Если человек вспоминает плохое, он даже заснуть не может. Нарушаются естественные функции человека в жизни. То есть без счастья жить невозможно. Но мы в основном как живём, как потребители? Как бы априори счастье должно заходить в меня. А вы знаете, что энергия счастья в человека заходит? Чем он старше, тем хуже. И для того, чтобы она заходила, она может заходить. Но для этого надо совершать аскезы. Вот когда человек пастится, он всасывает в себя энергию счастья. Или когда он на солнце находится. Вот, допустим, мы когда в волейбол играли, мне говорят, давайте в тенёчек, Олег Геннадьевич. Я говорю, зачем в тенёчек? Я пришёл солнцем лечиться. Ну ведь тяжело же на солнце. Ну жить вообще тяжело. Вздохнуть гораздо легче. Так раз, и всё, и нормально. А надо солнце всасывать в себя, учиться. Оно тяжёлое, да. Но зато оно потом даёт счастье. Если ты научился его впитывать в себя. Мы в воде сегодня стояли. Я говорю, все закрыли глаза. Учимся всасывать солнце в себя и отдавать. Вот учились, стояли все. Энергии счастья не хватает, пастись. Учись впитывать в себя солнце, учись радоваться людям, впитывая счастье от людей. Есть три способа получить энергию счастья. Первый способ от природы. Есть три источника энергии, которые никогда в этом мире не погаснут. Они бесплатные, они нами абсолютно не ценятся, все три не ценятся. Мы им не придаём никакого значения в жизни. Вот, допустим, деньги — это энергия. Мы придаём значение колоссальное. Но оно счастья не даёт. Деньги не дают счастья. Они дают покой. Разницу между счастьем и покоем чувствуете? Вот человек, допустим, квартиру большую купил, он там счастье получил. Ему хорошо там стало, спокойно. Алло, как дела? Нормально? Ну, слава Богу, мы успеем дальше. Вот. Ну, то есть, у человека у него деньги есть, жена есть, работа есть. Дети есть, здоровье есть. В стране всё нормально. Это счастье? Счастье? Это покой. Поняли? Покой. Это спокойная жизнь, в которой нет опасности. Теперь, что такое счастье? Счастье имеет три источника. Первый источник – это природа. Это тот источник, который мы забыли. Вот мы, допустим, с утра бежим, я смотрю на вас. Олег, это тяжело. В воду, не пойду я в воду. Солнце. Да, мне везу на солнце. Давайте отвернёмся. Вы забыли про эти источники. Их надо себе в памяти возбуждать, в памяти. Это счастье. Солнце – это счастье. Но чтобы его получить, нужно совершить аскезу. Нужно принять солнце в себя, понимаете? Нужно ему научиться радоваться. Тогда вы получите счастье. Счастьем являются добрые друзья. Второй источник. Первый источник – это природа. Счастье. Это уже не спокойствие солнце даёт. Счастье. Ну, давайте просто посмотрим. Вот, допустим, вы закрываете глаза и вспоминаете квартиру свою. Ну, такая, блин, классная, Олег Геннадьевич. Ну, не понимаешь этого. Ну, вспоминайте свою квартиру. Вот вспоминайте свою квартиру. Что вы чувствуете? Яркий свет от этого? Или что вы чувствуете? Спокойствие такое. Расслабуху. Там хорошо, так спокойно. Вот, теперь вспоминайте солнце. Видите? Не спокойствие, а возбуждение такое, яркость такое. Или ветер, свежий воздух вспоминать. Или в воде мы стояли, спокойствие от него идёт? Нет, яркая сила такая, яркое впечатление. Вот яркие впечатления – это счастье. А квартира – это спокойствие. Понимаете? Мы стремимся к спокойствию в этом мире, потому что нам надо выживать. Люди сначала должны статус-кво получить. Им надо сначала, чтобы всё было спокойно, чтобы было покушать, было поспать, была жена, дети. Это всё просто нормальная, спокойная жизнь. Но есть ещё счастье. Вот счастье – люди забыли, что такое счастье, и поэтому они и болеют, и страдают, у них нет успеха в жизни. И кризисы они побежать не могут, потому что они не знают, что такое счастье. Счастье – это солнце, это свежий воздух, это вода. И надо научиться их полюбить, когда у вас уровень счастья сильно возрастёт в жизни. И откуда счастье пойдёт от этих трёх источников? Оно пойдёт в основу существования человека, потому что основой существования является психическое тело, в котором есть психические слои и есть блоки. Вот эти блоки качество жизни разрушают конкретно. Хоть сколько у вас денег будет. Если на пятом слое будет блок динамического напряжения, то человек не будет чувствовать, что у него всё в жизни получается. Вот у него всё есть, блок на пятом слое динамического напряжения, у него будет ощущение, как будто ему что-то мешает жить. Он будет ходить и думать, блин, мне что-то мешает жить, у меня всё нормально, он что-то мешает жить. нету чувства свободы вот такого вот легкости поднимите руку вот так вот нет чувства свободы легкости жизни все вот он ведь продиагностировался динамический динамический блок на пятом слое все хоть сколько денег будет этого чувства и счастья не будет вот этого ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла не будет потому что там блок он мешает теперь если и этот блок вызывает желание курить кофе вот отсюда это все идет дальше когда у человека чувство в жизни такого обиды блин гады вообще обида отчаяние такое чувство несправедливости такое блин белоруссия вообще как бы гады чувство несправедливости обиды отчаяние такое поднимите руку кого вот в жизни такое есть вот вы сами продиагностировали себя на пятом слое блок статического напряжения побеждается не то не тем чтобы на мой на морду кому-то набить там или в тюрьму посадил и слава богу все равно обида останется побеждается с помощью воды стояние в воде и неподвижное положение тела вот этот блок первый который чувство нет свободы в жизни такого как птица в клетке он побеждается длительным движением 4 часа раз 6 дней надо пройти и только последние три часа после трех часов ходьбы ты будешь пробивать этот блок а до этого ты будешь до него идти просто и когда человек чувствует что прямо депрессняк такой как бы не то настроение все хорошо вроде бы а настроение нет смотрю на этот мир настроение нет вот бег блок на пятом слое я могу песню даже вам включить блок на пятом слое когда у человека связаны с энергией счастье он не видит ничего он видит солнце не видит солнце видит людей счастливых не видит их человек не может впитать себя счастью не блок на пятом слое качество жизни нулевое откуда блок возник пришло циклическое время плохое а ты самостоятельно энергию счастья не всасываешь себя значит я будет там напряжение расти в этом месте где у тебя склонности из блок у каждого человека есть склонности они с самого рождения даются вот если вы у вас есть вот это вот понимание где у вас блоки ничего не поменяется просто они могут быть могут не быть я сегодня протестировал одного человека который чистку занимается чисткой организм чистит я увидел картинку его теле турни очень понравилось я вам сейчас ее покажу у меня с интернетом дать и у меня а есть сегодня протестировал человека два раза в жизни эту картинку видел один раз вот у лены которая здесь приехала на фестиваль она тоже мне заказал диагностику и уже давно очищает тело свое психическое вот смотрите видите два треугольничка друг на другом да две полосочки друг на другом видите а должно быть три вот третья полоска сверху это блоки которые влияют на здоровье вот этот человек совершает аскезы уже больше года и он решил протестироваться но я вам сейчас просто еще покажу другого человека вот смотрите допустим вот этот человек у него вот так а вот смотрите допустим любого другого сейчас посмотрим не хочет ну ладно а все ну допустим ну допустим допустим вот ладно когда откроется вот в основном у людей блоки развитые сформированные а есть люди которые совершают аскезы они себе прочистили психическое тело и у них сначала на здоровье не влияет эта энергия то есть плохой период идет а здоровье не портится потому что они совершают аскезы и не дают действовать судьбе на здоровье плохой вот вот у лена вот у лена это второй человек которого я это видел я думаю я был бы третьим если бы это тоже себе протестировал а мне надо посмотреть что-то времени такое для себя а ну вот открылся интернет ну вот смотрите вот другой вариант что же это такое вот ну то есть когда блок сильный сформированный то он плотненько влияет на все процессы в жизни ну когда вот что такое психическое тело то есть психическое тело это такая среда которая дает энергию везде ну то есть если психическое тело чистое то вот допустим плохая судьба влияет ей надо сначала блоки сформировать для того чтобы потом начать человека душить и вот эти блоки они душат по всем трем сферам первая сфера здоровья здоровья вторая личная жизнь и третья работа ну три сферы жизни они вот все по-разному действуют у человека и блоки они действуют на все эти три сферы первый психический слой отвечает за контакт с этим миром если там блоки у человека не климатит там какое-то место или ему тяжело с людьми общаться тяжело себя заставить куда-то пойти куда-то поехать что-то начать делать человек не понимает почему они говорят у меня воли не хватает ну то есть а это не хватает воли это просто на первом слое блок и поэтому очень тяжело себя заставить вот у девушки на третьем ряду вот вы да у вас на первом слое динамический блок вам очень тяжело себя заставить что-то делать начинать Сформированный блок, не в вас в клеточку, а вот на третьем. Вы, да, вы, вы. Согласны же, вот тяжело встать с постели, а не на вы, вот на третьем ряду. Согласны, да, тяжело встать с постели, заставить себя что-то делать, тяжело. Это блок на первом слое, динамический блок. Вот, я просто как пример привожу вам, рассказываю, что я не то, что придумал это, я это вижу на людях, как это работает все. Откуда блоки берутся эти? Они берутся от того, что пришел плохой период у человека. До этого предосположенность, сама блока, она существует всегда. У человека пришел плохой период, и он энергию в себя не закачивает сам, он просто терпит. Вот, допустим, у него отчаяние внутри, он с этим отчаянием живет. Вот отчаяние пришло, что надо делать? Надо его закачивать на трех уровнях. Первый уровень — это природа. То есть надо сидеть в воде, неподвижное положение тела идет, закачивать энергию, знания в себя, чтобы блоки пробивать, чтобы у тебя все нормально работало. для этого нужно действовать на уровне природы, для того, чтобы это все функционировало. Так же, если у тебя энергия знания страдает, вот это вот, ну, тебе нужно в воду, статические упражнения, так же ты должен сопротивляться, не давать этой энергии пойти в сферы своей жизни. Вот, допустим, у тебя пошла обида на работе, допустим, пошла, ты должен научиться прощать. Прощение — это прокачивание энергии знания. Ты, допустим, прощаешь и даешь ей возможность двигаться, даешь людям шанс, так сказать. Понимаете? Так же в семейной жизни то же самое. И третий уровень прокачки — это Бог. То есть ты молишься, и через молитву все третьи типа энергии входят в тебя через отношения со святостью. То есть первый уровень работы — это природа, второй уровень — это добрые дела или социум, и третий уровень работы — это молитва. Они все по-разному действуют. Например, молитва, она смягчает эти блоки все. Вот, допустим, если у человека блок формируется психически, через который потом судьба будет действовать, если ты молишься, он даже если ты там с водой не имеешь дела и не прощаешь, он все равно не будет таким сильным. Если ты молишься, все равно будет выход какой-то в жизнь. Понимаете? Даже если тебя съели, то есть как минимум два выхода. Тех, кто молится, понимаете? У остальных всех нет выхода. Ни одного. Вот. Поэтому, понимаете? То есть молитва дает выход человеку, она дает возможность спастись. То есть человек не так сильно страдает. Ну, интересно, что с интернетом происходит. А, ну да, он очень слабый здесь. Вот. Когда человек добрые дела делает, то у него на психическом плане смягчается влияние судьбы. Психический план – это связи, нити, которые связаны с окружающими людьми. Нити вот эти прочищаются. То есть у тебя, по крайней мере, судьба не сильно будет действовать в работу и в личную жизнь. Когда человек добрые дела делает, то он себе статус-кво сохраняет в жизни. Дает возможность нормально жить. Качество жизни улучшается, потому что он всегда найдет работу. У него будет все хорошо с личной жизнью, с детьми, с родителями. Но у него будет в жизни все нормально, потому что он прощает, принимает судьбу. Всем желает добра, заботится о других. Понимаете, вот такое у него мышление. Вот, и когда человек контактирует с природой, то он основу своей жизни, вот самой базис, основу лечит. Вот как вы думаете, когда, допустим, судьба плохая действует, и она убрала из психического тела, убрала энергию, которая нам так сильно нужна. И у нас внутри возникла, допустим, энергия знаний убрала, возникла внутри обидчивость, раздражительность, ранимость. Формируется блок в психическом теле. Как вы думаете, на что, в первую очередь, этот блок будет действовать? Куда? На здоровье, правильно. И как вы думаете, когда мы начинаем очищать психическое тело? Вот мы очистили, срезали вот это вот, ну как бы, вот шоссе, да, такое шоссе, и у него все заблокировано, движения нет по дороге. И когда прочищается центральная полоса, вот там по макам машины стоят, а в центре можно ехать. Это значит, что вы блок, связанный со здоровьем, прочистили. То есть движение энергии пошло, и сразу куда эта энергия идет, в первую очередь? Здоровье, потому что без тела жить невозможно. Сначала надо вот это вот лечить, понимаете? Отношения там есть или нет, неважно. Важно, чтобы была жизнь. Когда ты сдох, то отношения, само собой, закончились. Понимаете? Поэтому важно, чтобы была жизнь. Поэтому тело прежде всего лечится. Поэтому вот, допустим, вы решили очищать свое психическое тело для того, чтобы сохранить семью. И вы начали очищать свое психическое тело. Куда у вас пойдет энергия? В семью сохранение? Нет, сначала в здоровье. А потом уже только туда, куда надо вам. И на это потребуется время. Допустим, вы аскезы совершаете. Полгода нужно просто, чтобы почистить психическое тело. Там же много всего интересненького уже у вас накопилось. Вы как молоденькие старички. Как определить, сколько у человека там блоков? По нагрузке. Вот так человек стоит, вроде все нормально у него. Все такое хорошее, счастливое. Нагрузка. Какие есть? Три типа нагрузки. Есть физическая нагрузка. Вот побежали, сразу видно, как все. Все, 20-летние старички. Вот в воду залезли. Все, сразу плохо всем. Приумирают там в воде стоят. Хотя все молодые. Все молодые. Понимаете, да? Нагрузку дали на организм. И сразу видно, блоки вылазят. Потому что резерв, запас здоровья слабый. Еле ходим, еле дышим, еле спим. Чуть-чуть как бы нагрузка. И все, и сразу все умирают. Но если человек начинает аскезы делать, он начинает методичку почитал, начинает в воде сначала, потом статика, потом динамика, потом пост. И так полгода, допустим, он делает каждый день. То в первую очередь спролечивается все здоровье. Потом начинает личную жизнь идти. Человек становится спокойнее в отношениях, жизнерадостнее, терпеливее там и так далее. Все виды энергии начинают восстанавливаться. А блок это что такое? Это плохая судьба пришла, и ты, допустим, у тебя воли не хватает, и ты без воли живешь. Вот ты ничего не стараешься это преодолеть, а просто... И в это время формируется блок, который тебе потом сделает геморрой, там вены повылазят, там у тебя мозги на бекрень вылезут. Вот все эти хронические заболевания, они от этих блоков идут. И врачи вам говорят, а это уже не вылечишь. Почему не вылечишь? А потому что не то лечишь. Вот, допустим, если тело лечить, можно вылечить хроническое заболевание или нет? Нет. А как его вылечить? Надо убрать. Хроническое заболевание означает, в органе не хватает энергии просто, и все. Вот, допустим, печени энергии не хватает, она становится чувствительной. Черный перец съел, обострение. Но не ешь черный перец. То есть, если энергии мало в печень течет, то надо ограничивать жизнедеятельность. Не ешь то, не ешь все, не ходи туда, не смотри сюда. Солнце опасно, воздух опасно, вода опасна. Почему такие советы врачи дают? А потому что энергии слабо движутся в организме. Чуть что, сразу обострение. А что такое обострение? Организм хочет лечить организм, себя лечить хочет, а энергии нет. И поэтому обострение, то есть, незаконченное лечение, это как незаконченный ремонт в квартире. Начали ремонт, а денег нет. И в результате разруха, кто вам в квартиру тот заходит, говорит, у тебя что здесь, армагеддон? Он говорит, нет, это ремонт, не обращай внимания. А что у тебя пять лет назад то же самое было? Он говорит, у меня хронический ремонт. Вот это и есть хроническое заболевание, не хватает энергии. Бывает в доме ремонт точно так же. Ты покакал, слил, потом какашки назад вылазят, а в доме ремонт. Канализация не работает. Все, как бы, жизнь не удалась. Как только вы начинаете с природой контактировать, то контактировать надо постепенно. Надо знать, как правильно, чтобы все получилось у вас, чтобы запустить систему всю жизни, качество жизни, чтобы повысить. Энергия счастья, чтобы пошла по телу. Ее нельзя купить ни за какие деньги, но с помощью аскез можно сделать. Вот вы, допустим, в воду залезли, на солнце чуть постояли, почувствовали спокойствие после этого? Хорошо, такая, или геннадий, поднимите руку, кто почувствовал. Это называется счастье уже. Вот оно бесплатно. Вон природа, это счастье, солнце, это бесплатно. Или, допустим, добрые люди. Вот вы все добрые люди собрались. Ну, злые бы здесь, меня не терпят злые люди, вот если они послушают меня час, у них пена изо рта идет. А почему он уверен, что это так? И с ума сходят, потом уходят отсюда. Так как вы уже выдержали три часа в прошлый раз, а ретрит это вообще, даже с ума можно сойти. Выдержали. Значит, добрые люди вы все. Вот вы друг друга лечите, вы знаете сейчас? Вот вы сидите, вы все добрые люди, и вы обмен, очищаете друг другу вот эти вот ниточки, которые... Вот хорошо, вы не знаете. Я сейчас вам объясню. Вот кто из вас сюда приехал, мы здесь сколько? Третий день, да? Кто из вас просто вот простил близкого человека, с которым в ссоре? Смотрите, сколько рук. Они просто здесь побыли три дня, люди, и простили близкого человека. Потому что ниточки очищаются от контакта с добрыми людьми. Поэтому уходите, всем желайте счастья, улыбайтесь. Вот, допустим, вы в трамвае едете, там всем можно улыбаться? Нет. Я разок в электричке еду, как-то расслабилась, мы с другом едем и смеемся. Ну, а что делать? Ну, едем, смеемся. Один человек подходит, говорит, хватит ржать уже. Здесь же люди вокруг, понимаете, сидят. Мы говорим, все, понимаем, все. Мешаем людям страдать, грустить, быть несчастными. Прямо на полном серьезе человека аж трезет от того, что мы смеемся. Вот если меня кто-то, допустим, заржет где-нибудь, я его очень рад. Мне нравится. Я вам расскажу, как это работает. Вот, допустим, я приехал в Питер, ну, обычно я приезжаю, меня встречают. Они даже ночью, если я приезжаю, встречают. Ну, некоторые слушатели лекции приходят и встречают. И там в Питере, там у них завелся такой оперный певец, тоже мы лекции слушали, с аккордеоном. Так он там, мы выходим из этого, из аэропорта, встаем, там в кружок человек 20, и там, а война же кругом, война надо. Вот, он такой, а ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. Такой, и мы поем громко. Ну, не в аэропорту, а там вышли, и все, мы имеем право петь там уже, все. И люди проходят трех категорий. Первые проходят, они такие, э-э-э. Некоторые даже подходят подпевать. Вторая категория, они такие, не стесняются. И третья категория, это люди вот так, они так возмущаются внутри, ну, что это они там радуются, поют. Вот это люди в невежестве, страсти и благости. Люди в благости, они радуются радости. Люди в страсти стесняются. А люди в невежестве, они агрессируют на радость. Настроение такое. Я в Индии, когда приехал, смотрю, три обезьянки сидят такие. Но на вид такие интеллигентные, спокойные такие, никого не трогают. Папа, мама и ребенок сидят вот такие. Я подошел к ним и начал улыбаться. Просто я такой обрадовался, ааа, обезьянки такие. И папа такой на меня. Такой. Он улыбку воспринял, как агрессию. И мне потом сказали, обезьянам нельзя улыбаться, они тебя порвут потом, если видят, что ты улыбаешься. Потому что они в невежестве находятся. Животные в невежестве. Понятно? А птички в благости находятся. И разок на улице молитву читаю, и смотрю, птички чирикают вокруг. Прилетели, чирикают, подчирикивают мне. Я читаю молитву, они подчирикивают. Я на птичку посмотрю, она раз улетит. Потом прилетит, опять чирикает. Я понял, что они очень пугливые. Они боятся, когда на них смотрят. А если ты, допустим, не смотришь, ходишь, читаешь молитву, они садятся везде и подчирикивают. Главное на них не смотреть. Потому что они попугаются. Пугливые очень. Они в благости находятся. Животные есть в благости. Вот, допустим, коровы видят человека, у них молоко вырабатывается. У меня есть друзья в Венгрии. Они вообще коров не оплодотворяют. У них коровы, это как их домашние животные. Ты, допустим, к корове подходишь, она такая, представьте, там 400 килограмм, такая, тык-тык-тык-тык-тык, к тебе в стойло пришел-то, она такая бежит, потом тереться об тебя так начинает. Такая киса такая, полтонны. Они так обучили коров, они у них как дети. И они потом, у них молоко, когда они видят людей, вырабатывается. Они их любят там, этих коров там завивают, там причесывают, как у них домашние животные такие. И коровы вырабатывают молоко, им не надо, ну не надо, ну как бы их оплодотворять. У них молоко постоянно, вот у них 5-6 лет коровы дают молоко. Потому что они, коровы в благости, они просто любят людей. Добрых людей любят. Такие животные. Ну вот есть осы, а есть пчелы. Пчелы в благости, а осы в страсти. Поэтому осы всех кусают, жалят. Когда они видят радость, они завидуют, могут укусить, ужалить. Или, допустим, ты агрессируешь на осу, она тоже злится и жалит. А пчелы нет. Они в благости. Они и ты радуешься, они радуются. Мы разок духовную программу проводили на улице, пчелы прямо к алтарю слетелись и вот так летали вокруг алтаря. Шмели пчелы. Благостные птички прилетели, начали чирикать. Чувствуют благость. Понимаете, насекомые, животные, птицы. Есть благости, страсть, невежность. Так и люди. Вот вы благостные люди, вы лечите друг друга. Вы приехали сюда, все счастливые. И вот эта энергетика, которая создается, вы очищаете свои нити вот эти незримые просто добрым настроением, благостным. Так эта ценность такую большую имеет. Поэтому очень важно жить в благостной среде, создавать в своей семье это, дружите с друзьями благостными, общайтесь, обменившись, потому что это тоже счастье. Надо выключить это. Только камера включается, мне слип. Вот. Тоже счастье. И третий источник счастья это три энергии Бога. Бог действует через природу, Бог действует через благостных, добрых людей, и Бог действует через храм. И это три разные энергии Бога, абсолютно разные. Энергия через природу, которую она дает человеку здоровье и настроение. Вот что такое качество жизни? И что такое счастье? Первый вид счастья. У тебя хорошее настроение и хорошее здоровье. Это описано в Айурведе. Там есть два термина. Орогия и свадьяя. Орогия означает нет болезней. Но это не значит, что человек здоров. Сводьяя, это значит, человек испытывает глубокое счастье внутри. Но это не значит, что он не болен. Что важнее, быть здоровым или испытывать счастье глубокое? Допустим, у человека нет ноги. Его нельзя назвать здоровым. Но если он испытывает глубокое счастье внутри, то он лучше, чем тот, который здоров. Понимаете? То есть, вот эти термины надо понимать. Что, да? Но вот ноги нет, а человек счастлив. Вот, допустим, у меня есть одна знакомая, у нее перебита спина. Ее родители, ей там 17 лет было, когда я с ней познакомился, она в Австралии живет. Ее родители вывозят на улицу и идут потом на работу. К ней подходят люди, она им советы дает, у нее сверхспособности развились из-за духовной практики. И там нескончаемый походок людей, они там помогают ей в туалет сходить и покушать, и все. Она целый день с людьми. И она счастливая, жизнерадостная, всем хочет помогать, но у нее она не может ходить. Она здоровая, если она не может ходить или нет. Но она живет счастливой, жизнерадостной жизнью. Когда человек живет жизнерадостной жизнью, то болезни не развиваются в его теле. Ну, физическая боль, это означает объем работы просто и все. У нее никакой боли нет, у нее просто обездвижена она. А если боль, лечись. Я и говорю поэтому, что когда ты наполнен энергией природой, то ты здоров и счастлив. Ну, то есть счастлив означает у тебя хорошее настроение в данном случае. Вот если у тебя плохое настроение или у тебя есть болезни, значит, тебе не хватает энергии природы. Вот ты всасывай ее в себя через аскезы. И надо просто вам научиться, как это делать. Вот люди, допустим, научились вычитать и умножать, там научились. Вот малышей не обижать не научились. Понимаете? В школе надо всему человека учить. И вычитать и умножать, малышей не обижать. И также учиться надо правильный образ жизни вести. Потому что люди не знают, как правильно избавляться от болезней и плохого настроения и болей. Это надо делать с помощью энергии природы, а не с помощью клизм. Понятно? Ну, допустим, вы пришли на сеансы глукалывания. Что у вас, когда вы иголки ставите, что движется в организме? Какая энергия? Энергия природы движется. А если у вас нет энергии природы, что дальше? У вас подвигалось два сеанса, а потом иголки вас начали перегружать. Почему они вас перегружают? Потому что иголки могут перераспределять энергию природы, а если она кончилась, тогда ни одно лечение не поможет. Поэтому я вам говорю, накачивайте энергию природы в себя, и все виды лечения будут помогать. Потому что есть основа здоровья, это энергия природы. Понятно? И она дает человеку здоровье, долголетие и хорошее настроение. Вот допустим, у вас обидчивость, раздражительность, ранимость, гневливость, плохое настроение, апатия, депрессия. это проблема плохая работоспособность, концентрация внимания, плохая память. Это проблема ваших взаимоотношений с людьми, то есть психологическая проблема или проблема контакта с энергией природы. Какая-то проблема? Вам надо к психологу идти или на природу, или ЗОЖ заниматься. Вы поняли это или нет? Вы идете с обидчивостью. Как убрать обидчивость? Что такое обидчивость? Это нехватка энергии природы. Вы, допустим, жрать хотите, вы к психологу пойдете? У меня слабость такая, что-то у меня я похудел, у меня слабость, утомляемость повышенная. Какая-то раздражительность внутри. Что мне делать к психологу? Он говорит, желайте всем счастья, принимайте судьбу, что вам надо делать? Покушать просто и все. Понимаете? Что есть проблемы нехватки энергии. Что тут рассуждать-то? Пошел набрал энергии. Вот, допустим, кто из вас ходит со мной в речку? Поднимите руку. Теперь поднимите руку из тех, кто ходит в речку со мной, у кого не появилось спокойствия? Ни одной руки. У всех появилось спокойствие, да? Вот вы ходите спокойные, как танки стали, такие, опа, в Магдаде все спокойно. так? Да? Согласны? Вот эта энергия спокойствия, это энергия реки. Если бы вы со мной еще могли так пробежать еще, семнарик, раз в шесть дней, то у вас бы не было препятствий никаких в жизни. Вот вижу цель, не вижу препятствий. Волевые функции бы работали вот так вот, на 200%. И они же волевые функции сначала работают в теле, потом в личной жизни или работе, то есть начинает успех появляться у человека, у него он спешным становится, почему? Потому что у него волевые функции через движение, через бег включаются и пробивают судьбу. Блоки сначала пробиваются в психическом теле, потом в физическом теле, а потом в судьбе. Понятно система, как постепенно, последовательно пробивание блоков сначала в психическом теле, основа здоровья. Энергия пошла, тело пролечилось, потом судьба лечится в виде работы и личной жизни. А следующий стресс пришел, а вы уже знаете, как делать, и он не создал блоки. В результате вы живете долго, циклическое влияние времени на вас начинает влиять уже посредо не так сильно, как на других. Доктор, я говорю, буду жить, но я бы вам не советовал. А если ты правильно живешь, так и доктор не нужен. Может, советовать, может, нет, это не его проблема. может. Просто когда человек в штопор вошел, есть состояние такое, в штопор по здоровью, то очень тяжело дальше его вытаскивать. Допустим, рак или уже третьей степени заболевания суставов, гипертония, чуть-чуть природы хватанул, уже умираю, значит, надо очень аккуратно, потемножку там, начал ползать сначала, сидеть в водичке там по 5 минут, по 10, потом по 20, постепенно увеличиваешь, неподвижное положение тела, одну минутку постоял, потом 2, потом 3, и так постепенно выкарабкиваешься, но все равно метод, другого метода нет. Просто надо делать все аккуратнее уже, если у тебя запущенная ситуация. Ну, тоже правильно как бы с одной стороны, а с другой стороны, может быть, есть и другой вариант какой-то, надо думать. Итак, кризисы побеждаются с помощью трех энергий Бога, других способов победить кризис нет. Ну, сходил к психологу, поговорил с ним, нужно действие. Первый тип действия, это контакт с природой, учиться всасывать природу в себя. Второй тип действия, это добрые люди, учиться с ними взаимодействовать. Кто-то идет, допустим, консультацию получать, а кто-то идет к верному другу. Верный друг пришел, он говорит, да я не разбираюсь, я не знаю, что сказать тебе, как вернуть мужа, не знаю. Поговорил с верным другом, стало легче внутри. легче это сутка, победа над судьбой, там есть стадии. Первая стадия принятия, вторая сердце успокаивается, потом связь восстанавливается, потом человек меняется. Какие последовательности есть такая? Нулевая стадия это принятие. Пока не принял, ничего не победишь. Потом спокойствие в сердце, это 33%, потом связь, отношения очищаются, еще 33%, внутреннего отношения очищаются, еще 33%, все, судьба побеждена. Она уже не может, рычаг ее действия обесточен, все, ты победил судьбу. Почему добрые друзья облегчают тебе жизнь? Откуда у них такая сила? Как к человеку взять, поговорив с человеком, реально легче становится? Откуда сила? Не знаете. А? Сила от Бога, мои хорошие. Три источника энергии Бога. Три источника. Первый источник – природа. Сколько с ней не контактируешь, всегда тебе только на пользу, если умеешь правильно это делать. Добрые друзья даются человеку за добрые дела. Вот человек совершает добрые дела, приходит время, и Бог ему дает человека, через которого Бог будет действовать в тот момент, когда тебе будет плохо. Вот тебе плохо стало? ты приходишь к доброму другу, поговорил с ним чуть-чуть, и тебе стало легче. Почему? Потому что через этого человека тебе будет помогать Бог. Правильно было сказано, что доброта. То есть, человек к тебе по-доброму настроен. но это еще не все. Это Господь через добрых людей человеку помогает в трудную минуту. Господь сам это делает. Потому что у него есть три источника силы, побеждающие судьбу. Судьба – это энергия времени, непобедимая энергия. Ее никто не может победить. Но есть три силы, которые делают так, что она не действует. Первая сила – это природа, это энергия Бога. Мы не знаем об этом ничего, мы не понимаем, что это все не так просто, что энергия ветра – это энергия, которая движет все в нашем организме. Движение крови, лимфы, нервной системы – все это энергия ветра. Называется прана. У древних людей они говорят прана. Прана – это энергия ветра, воздуха, которая движется у нас внутри. И эта прана, она не то, что ветер здесь дует, потому что облака там. Прану посылает Господь на землю. Есть такое понятие муки прана. Муки прана – это энергия из духовной реальности, она идет сюда и заходит в нас просто от того, что мы хотим жить. Человек есть три желания. Желание жить запускает энергию праны. Желание знать запускает энергию знания внутрь. И желание счастья запускает энергию счастья. Три источника. Энергия счастья идет через солнце. Энергия праны идет через свежий воздух. Энергия знания идет через воду. Спокойствие является предвосхищением знания. знания. Вы, допустим, своим детям рассказываете что-то, хотите, чтобы они что-то узнали. Сначала надо ребенка успокоить. Если вы его не успокоили, он ничего не узнает. Если он спокоен, будет усваивать. Если нет, человек если не спокоен, ничего не поймет. Знание начинается спокойствие. Вода дает спокойствие. Солнце дает счастье. Я вам песню включал. Выйду на улицу, солнца нема, красные девки свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девчата гуляют, им не весело. Энергию счастья человек через людей получает. Солнца нет. Что делать? Через людей значит будем получать. Получил энергию счастья, дальше ее надо куда-то девать. Говорит, мамушка, маменька родная, дай воды холодной, сердце мое так и прыгает в жар. Жарко стало. Получил энергию счастья и потом начал раздавать, начал петь, танцевать. Все это в песне описывается. Как усваивать энергию, солнце. Ну а если человек не усваивает энергию солнца, у него формируется блок на пятом психическом слое, не видит счастья в этом мире, стоит возле окна, смотрит на улицу, видит фигу. солнце. Стоит солнце. Стоит солнце. Стоит солнце. Продолжение следует...